друзья всем привет с вами канал observer меня зовут артем и сегодня мы друзья поговорим на тему выбора оптических инструментов а именно составим топ-5 микроскопов в бюджете до 15 тысяч рублей поехали друзья прежде чем мы начнем хотел напомнить что на нашем канале вы можете найти огромное количество видеороликов на самые различные темы это как обзоры отдельных моделей монокуляров биноклей зрительных труб телескопов и микроскопов так и общие информационные видео по микроскопии и астрономии поэтому обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе новых видео на нем также не забываем что в описании под роликом вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине observer-msk.ru приобретайте оптику по самым выгодным ценам сабсервер кроме того опять же в описании вас ждет ссылка на наш instagram аккаунт переходите изучайте интересные фотографии и наши мини статьи я надеюсь вам будет интересно что ж друзья ну а сейчас давайте вместе составим топ-5 микроскопов в бюджетном ценовом сегменте до 15 тысяч рублей в нашей подборке мы постарались собрать всех представителей различных типов микроскопов как цифровых так инструментальных и биологических поэтому я надеюсь данное видео поможет вам в выборе инструмента независимо от того какой именно микроскоп вы ищете что же давайте начнем на пятом месте нашего топа расположился цифровой микроскоп ливенгук dtx 90 без собственного оптического выхода требующие подключению к компьютеру или ноутбуку оснащенный достаточно неплохой 5 мегапиксельной камерой с увеличением в пределах 10-300 крат с простым комплектным штативом и предметным столиком с зажимами основное его преимущество возможность записи фото и видеоматериалов максимальном разрешении 2592 на 1944 пикселя кроме того в комплект поставки входит диск с программой позволяющие редактировать данные проводить различные замеры после калибровки и анализировать их стоит отметить что прибор имеет небольшую глубину резкости и предназначен для работы в отраженном свете таким образом он отлично подходит для изучения относительно плоских непрозрачных объектов например электронных плат банкнот минералов мелких механизмов и так далее один из наилучших вариантов в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей четвертое место занимает модель левенгук 7s ng этот микроскоп настоящее сокровище среди приборов бюджетного сегмента прочный металлический корпус надежная механика и качественная стеклянная оптика с возможностью установки дополнительных объективов кроме того прибор обладает всеми атрибутами присущими лабораторным микроскопом и это при цене практически в два раза ниже последних речь идет о двухскоростном фокусере позволяющим тонко наводить резкость даже на больших увеличениях свыше 200 крат препарата водителей для точного перемещения стекла с образцом по двум осям конденсора а б со встроенной лепестковой диафрагмой элементы осветительной системы благодаря которому можно максимально точно настроить освещение под любой препарат единственное отличие микроскопа от старших моделей отсутствие собственного осветителя вместо него инструмент оснащается двухсторонним зеркальцем которая отражает свет от внешнего источника то есть для работы с микроскопом потребуется лампа диапазон увеличения из коробки от 40 до 800 крат благодаря двум окулярам 10 и 20 крат и трем объектив 4 10 и 40 крат за счет возможности сторонних объективов увеличение можно довести вплоть до максимально полезного значения 1250 крат и даже выше прибор можно смело рекомендовать для изучения биологических образцов проходящем свете растительные и животные ткани и клетки одноклеточные организмы и даже бактерии все это доступно с данной моделью на третьем месте мы расположили линейку от российского бренда микромет м с 1 стерео стерео микроскопы это вид приборов предназначены для работы с объемными непрозрачными объектами на как правило относительно небольшом увеличение до 20-40 крат сфера применения различные прикладные задачи например пайка электронных плат ремонт часов ювелирное дело изучение монет банкнот редких марок и многое другое именно к таким прибором относятся линейка инструментальных микроскопов м с 1 от бренда микромет содержащие огромное количество различных вариантов микроскопов с одной двумя или тремя парами объективов дающих различное увеличение общей кратной системы с 10-ти кратными окулярами варьируется в пределах от 10 до 40 крат и с разнообразными вариантами подсветки без осветителей с верхним нижним или их комбинаций основное преимущество моделей работают два глаза и каждый получает изображение со своего объектива за счет чего формируется объемная картинка с большой глубиной резкости можно работать с образцами сложной формы и использовать необходимые инструменты прямо под микроскопом отвертки и паяльники пинцет и так далее отличный вариант для описанных задач пожалуй лучший по соотношению цена-качество в данном ценовом сегменте второе место нашего топа занимает сразу две модели левенгук 2l плюс и левенгук 50 л плюс это учебные биологические микроскопы с металлическим корпусом качественно стеклянной оптикой впрочем как и все модели из данного топа кроме пожалуй располагающегося на пятом месте прибора основными отличиями сравнении с аналогами являются пять вариантов расцветки встроенная светодиодная комбинированная нижняя и верхняя подсветка с возможностью работы как от сети так и от батареек за счет чего инструмент становится максимально мобильным с ним можно вести наблюдение даже в полевых условиях или при отсутствии внешнего освещения прибор комплектуется 16-кратным окуляром и тремя объективами 4 10 и 40 крат дающими в связке три различных увеличений 64 160 и 640 крат чего достаточно для наблюдения мелких насекомых растительных и животных тканей и клеток а также одноклеточных организмов инфузорий амеб простейших водорослей и так далее несмотря на то что микроскоп предназначен в первую очередь для изучения биологических образцов в проходящем свете благодаря наличию верхнего осветителя с ним можно ограниченно вести наблюдения и непрозрачных объектов в отраженном свете главное условие максимальная плоскость образца так конструкция рассчитана на работу с малой глубиной резкости и небольшим рабочим расстоянием благодаря всем вышеперечисленным плюсом данный микроскоп становится одним из лучших вариантов в качестве подарка любознательному ребенку первое место микромет r1 лабораторный биологический микроскоп начального уровня широкими возможностями который можно использовать не только при проведении домашних опытов но и в профессиональной деятельности медицине ветеринарии в химических лабораториях и так далее помимо изучения клеток тканей и одноклеточных организмов с ним становятся доступны и бактерии а при оснастке дополнительными элементами осветительной системы например темнопольным конденсором или фазово-контрастным устройством и сложные исследования в области гистологии биологии батальники и так далее базовый диапазон увеличений благодаря четырем объективом который кстати можно заменять сторонними и двум окуляром 10 и 16 крат составляет 40 тире 1600 крат в конструкции присутствуют все необходимые для комфортной работы механизмы это во первых поворотная окулярная головка которую можно установить удобное для пользователя положение 2 скоростной фокусер для тонкой настройки резкости даже на больших увеличениях препарата водитель позволяющий точно расположить под объективом интересующую область образца кроме того инструмент имеет сложную осветительную систему позволяющую проводить настройку освещения по келлеру в нее входит конденсор а б с регулировкой по высоте ирисовая диафрагма с отсеком для светофильтров и осветитель собственной настройкой яркости последний к слову доступен в двух вариантах светодиод или классическая галогенная лампа таким образом микромет r1 прекрасный микроскоп который можно отнести как любительской так и к профессиональной категории широкими возможностями и за достаточно низкую цену достойный первое место нашего топа инструмент что ж друзья я надеюсь вам было интересно обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе новых роликов на нем если у вас остались какие-то вопросы пожелания по тематикам будущих видео или вам есть что сказать по сегодняшнему ролику обязательно все это оставляйте в комментариях давайте общаться и делиться информацией ну а я с вами прощаюсь всем пока а